Иван Павленко, от рода к роду, глава 4, часть 1.1, Карпиловская восьмилетка, читает Наталья Бойзова. Теперь мне нужно было преодолеть последнее препятствие на пути в школу. Как вырваться из колхоза? Всё зависело от райкома, ведь я был членом партии, которая распоряжалась своими кадрами так, как считала нужным. Пошёл я на приём к Стрельцу. В передней комнате меня встретил Насека, его верноподданный помощник, с которым я был давно знаком. Доложил ему, что окончил институт и хочу перейти на педагогическую работу. Он взял моё письменное заявление и пошёл к Стрельцу, а через несколько минут вернулся и сказал «Занят» и принять не может. Через два или три дня повторилось то же самое. «Что же он говорит?» – спрашиваю Насеки. «Ага, я тебе скажу, а ты потом ему повторишь мои слова. Честное пионерское, в шутку уверяя его, не донесу. Я ему говорю, Павленко окончил институт и хочет перейти на педагогическую работу. А он в ответ. «А ты спроси его, сколько ему ещё нужно институтов окончить, чтобы он выучился на заведующего фермой?» Вышел я ни с чем и задумался. «Чего хочет Стрелец?» Одно было ясно. На учительскую работу он меня не отпустит. Очевидно, я ему ещё зачем-то нужен. Поэтому он и оттягивает встречу со мной до тех пор, пока закончится комплектация школ. А потом продиктует мне свою волю – оставит на старой должности или предложит какую-нибудь новую. Хоть наш колхоз считался среднячком, но я, как секретарь парт-организации, был на хорошем счету. Регулярно проводил партийное собрание, аккуратно вёл документацию. Мои информации и отчёты в райкоме были содержательны и образово оформлены. Я часто выступал на пленумах, активах и семинарах, где обменивался опытом партийной работы и вносил предложения по её улучшению. Свои статьи по этой теме нередко печатал в районной газете. Но я понимал, что, несмотря на мои знания и опыт, дальше того должностного уровня, который я занимал до последнего времени, меня с моим прошлым не пустят. Так и буду держать там, где работать нужно много, а получать мало. Директор семилетней школы в нашем селе получал 1300 рублей в месяц. Ходил в чистом костюмчике, имел время для рыбалки и отдыха на природе. А я в заношенной одежде день и ночь и шачил без выходных за пустые труды дни и 160 рублей, которых никогда не видел, так как они шли то на штрафы за сдохнувшие поросята на колхозной ферме, то на облигации государственного займа, то на подписку газет. «Вышел я из райкома и направился в городской парк. Там опустился на скамейку и стал обдумывать свое незавидное положение и искать выход из него. В такой задумке и увидел меня гребенник Петр, научный сотрудник музея. Долгое время он работал в райкоме партии и хорошо знал его кадровую политику. Мы с ним когда-то были хорошими соседями. Он заметил, что со мной что-то делается. Я откровенно рассказал ему о своих невзгодах и получил от него такой совет. Тебя стрелец из колхоза не выпустит. А если ты сам наотрез откажешься от своей должности, тебя исключат из партии и до работы в школе не допустят. Но выход есть, причем законный. Поехать на педагогическую работу в другую область по направлению Министерства образования. Если у тебя оно будет, твое личное дело райком обязан выслать по месту твоего профессионального трудоустройства. Тебя учили пять лет в педвузе, чтобы ты учил и воспитывал детей. А секретарей парторганизаций и заместителей председателей колхозов пусть готовят себе партийные и сельскохозяйственные органы. Я поблагодарил за добрый совет и сказал, что, возможно, воспользуюсь им. На Волыне работала учительницей моя сестра Мария. Она и меня не раз приглашала к себе, и я решил ехать прямо к ней, не обивая пороги Министерства образования, так как на это у меня уже не было времени. До начала занятий в школах оставалось всего две недели. Если будет нужно, думал я, то обращусь и в Министерство, но уже с нового места работы. Сложил я одежду в чемодан, взял необходимые документы и 16 августа 1960 года оставил свои родные яшники и свою Полтавщину навсегда. Это было, видимо, вынужденное бегство от своего прошлого, от вчерашнего дня и от самого Стрельца. Если придется отвечать за самовольный отъезд, то так и скажу. Я дважды ходил к нему, и оба раза он не принял меня. Что же мне оставалось? И дальше сидеть с дипломом без работы? «Приехал я к сестре в поселок Алыку Цуманского района. На другой день мы пошли с ней в районный отдел народного образования, которым заведовал Власенко, урожене Черниговщины. Принял он меня, можно сказать, с распростертыми руками. Здесь, после Бандеровщины, рады были каждому восточнику, тем более с высшим образованием. В школах катастрофически не хватало учителей, и некоторые предметы преподавали вчерашние десятиклассники. Показал я ему диплом и трудовую книжку, где последняя была запись о работе в редакции, а также справку из колхоза о работе парторгом и заместителем председателя правления. Написал заявление, автобиографию и заполнил алкету по учету кадров, в которой находилась графа и о пребывании в плену. Посмотрел он все это и предложил должность директора восьмилетней школы в селе Хорлупы. Я сказал, что в школе не работал ни дня и хотел бы начать свою педагогическую деятельность средового учителя. Но он продолжал уговаривать, мотивируя тем, что у меня большой опыт руководящей работы, в том числе партийной. В это время зашел в кабинет пожилой мужчина с проседью на висках. Это был директор Карпиловской восьмилетки Теслюк Иван Кендратьевич. Власенко представил меня, и мы пожали руки. Узнав, в чем дело, Теслюк стал просить, чтобы меня направили к нему заучем. Но я соглашался только рядовым. Наконец сошлись на том, что первый месяц я побуду учителем, а потом стану заучем. Только на один год предостерег Власенко, а потом назначу директором школы. Цумань – поселок городского типа, в котором проживало около шести тысяч населения, занятого в основном на местном деревообрабатывающем комбинате. Вокруг раскинулись большие лесные массивы. Во время войны в них базировались отряды Медведева, Филюка, Прокопчука, Карасева. Богатые они также фауной. Водятся дикие свиньи, лоси, косули, лисы, зайцы. В болотах и озерах полно рыбы. Летом много грибов и ягод, в том числе черники и малины. Карпиловка удалена от райцентра всего на два километра. И мы с Теслюком добрались до нее минут за двадцать. Дорога песчаная, после дождей она быстро просыхала. Село небольшое, около двухсот дворов. Но людей в нем много, особенно детей. Дело в том, что большинство его жителей – пятидесятники, считающие аборты греховными. Дома деревянные, бревенчатые, крытые преимущественно гонтом. Школа расположена в двух домах, тоже деревянных, учащихся около трехсот. Есть параллельные классы. Практически все учителя живут в Сумане, в том числе и директор с супругой. Обязанности заучи неохотно выполняет учительница русского языка и литературы Кругган Анна Ивановна, жена бухгалтера колхоза, перегруженная немалым домашним хозяйством. Нашли мы квартиру возле школы. Шивут муж с женой и дочь, восьмиклассница. Обычный крестьянский дом из кухни и двух комнат. Меньшая для меня. Столик, деревянная кровать с постелью. И питание тоже их. Школа завезет для меня машину дров и будет платить за квартиру 100 рублей и я 200 рублей. Это каждый месяц. Осмотрели школу. Один дом очень большой, продолговатый. Второй меньше, квадратного типа. Оба старые, но еще крепкие. Учительская комната просторная. Отдельные столы для директора и завучи, остальные для учителей. На стенах портреты Ленина и Крущева. Чуть ниже доска объявлений и расписания уроков. Договорились и о моих учебных часах. Буду преподавать русский язык и литературу, а также географию. Набралось 22 часа. По 3-4 урока в день. Моя зарплата будет составлять 800 рублей. Кроме того, есть вечерний 10 класс, в котором мне тоже придется преподавать русскую литературу. Набегает еще 100 рублей. А если стану завучем, то буду получать 1100 рублей. Раньше такой зарплаты у меня еще не было. На другой день привез я салыки свои вещи и начал ходить на работу. До начала занятий оставалось 10 дней. И учителей в школе еще не было. Придет завучка Рукана Ивановна, посидит час-два и идет домой. Она и стала моим первым наставником. Дала обучающие программы по географии, русскому языку и литературе, а также образцы прошлогодних календарных планов, чтобы я ориентировался при планировании программного материала на текущий год. Все это было теоретически знакомо с института, и я быстро составил свои календарные планы. Знал я также, как составлять поурочные планы. Но Анна Ивановна и здесь помогла. Дала мне несколько методических журналов, в которых были готовы разработки уроков и советы к их проведению. С 19 августа я каждый день шел в школу. Утром появлялись некоторые учителя, поговорят часто всяких посторонних вещах и расходятся по домам. А я оставался в учительской один на один, копался в методической литературе, перечитывал статьи по опыту работы лучших учителей по проведению разных типов уроков. Ознакомился с прошлогодним планом работы школы, а также воспитательными планами классных руководителей, которые находил в шкафах. Таким образом, я постепенно раскрывал для себя содержание учебно-воспитательного процесса в школе и определил свое место в нем. За неделю до начала учебного года побывал на районной конференции учителей. На ней присутствовали все члены бюро райкома партии, а также некоторые руководители предприятий и колхозов. Надо сказать, что в западных областях того времени партийные организации были слабые и малочисленные, и учителя считались основной силой, на которую можно было положиться в идейно-воспитательной работе среди населения. Поэтому внимание к ним было повышенным и в какой-то степени любезным. Основной доклад прочитал первый секретарь райкома Винник. Точно о его названии я уже забыл. Что-то стандартно-бюрократическое о задачах педагогических коллективов в свете решений ЦК КПСС в дальнейшей перестройке школы и усилении ее роли в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Со вторым докладом выступил заведующий районно Власенко. Он сделал тщательный анализ учебно-воспитательной работы в районе, называл лучшие и худшие школы передовых и отстающих учителей. Все это было для меня ново и незнакомо. Через день после конференции директор школы созвал педсовет. Перед его началом он представил меня педагогическому коллективу. Обсуждались основные задачи нового учебного года. В конце директора объявило разделение часов между учителями. Возражений или несогласий не было. Очевидно, этот вопрос был предварительно согласован. Педколлектив состоял из 14 учителей. Из них 4 мужчины – директор, я, преподаватель французского языка и преподаватель физкультуры и труда в мастерских. В Карпиловке проживают трое – завуч, биолог и учительница младших классов. Остальные – гастарбайтеры из ЦУМАНа, что негативно отражаются на внеклассной внешкольной работе с учениками. По окончанию урока все ЦУМАНцы во главе с директором спешат домой. И жизнь в школе фактически замирает. Директор школы Теслюк Иван Кендрасевич – уже подтоптанный пожилой мужчина. Внешне он больше походил на деревенского мужика, чем на учителя. Ходил в приношенной и не всегда поглаженной одежде. Волосы на голове давно не стрижены и взлокмачены. Родом он был из восточных областей. Еще до войны окончил стационарное педучилище и заочно учительский институт с двухлетним сроком обучения. Следовательно, имел незаконченное высшее образование. Преподавал историю. Но как сказать не могу. На уроках я у него не был. Завуч, круг Анны Ивановны, жаловалась мне, что работать ей тяжело. Все после урока идут домой. А ей приходится оставаться для контроля за воспитательными часами, которые сводятся в основном к разборкам поведения и анализу успеваемости в классах. Особенно тяжело вести пионерскую работу, так как большинство учащихся являются детьми верующих пятидесятников и красных галстуков не носят. Почти все учителя с высшим и средним специальным образованием. У преподавателя французского языка никаких дипломов не было, но знал свой предмет хорошо. После революции он с родителями эмигрировал во Францию и закончил среднюю школу. Учитель физкультуры и труда, тоже имел всеобщее среднее образование в армии, был в звании старшего сержанта и хорошо играл в волейбол. Работал раньше на деревообрабатывающем комбинате, где приобрел столярные навыки и теперь преподавал их ученикам. Перед самым началом учебного года заболел ребенок у учительницы математики, и она отказалась от руководства пятым классом. Директор попросил меня заменить ее на месяц. Я согласился, но нужно было немедленно спланировать воспитательную работу в этом классе. Взял я прошлогодний журнал, познакомился заочно с учениками, поговорил с бывшим классоводом, просмотрел также воспитательные планы других классных руководителей, после чего за один день спланировал воспитательное мероприятие на первое полугодие учебного года.